Ага, Елена. О, здравствуйте, Игорь. Да, здравствуйте. Вас Елена зовут, да? Да-да-да. Здравствуйте, Елена. Вы прямо на солнышке, да? Да, я гуляю с колясочкой. Угу. Хорошо. А вы гуляете с колясочкой? Ну, ребёнок заснул. Она у меня два с половиной часа спит. А вы можете где-то присесть, так там, на лавочку? Да, могу. Да, конечно. Присесть. Могу стоять лавочкой. Да, потому что мне понадобится некоторое ваше внимание к себе, к ощущениям, поэтому... Да-да-да. Это лучше сделать, когда вы прям не стоите. На месте. А, нужно сесть? Да, присядьте, пожалуйста, просто. Представьте, славочек нет. Ну, ладно, так доставьте. Так доставьте. Вы сейчас будете уходить в внутренний мир, может быть, вам ещё лучше, чем лавочка. Я знакома с внутренним миром, как в него уходить в эту, я думаю, что даже стоя могу. Хорошо. Елена, расскажите пару слов о своей мигрене. Кстати, сколько вам лет полно? 33. 33 года. Расскажите про свою мигрень. Вы что-то там не писали, я сейчас помню. Да, мигрень, получается, у меня мигрень началась где-то 26-25 лет, может, даже раньше, может, 23. У мамы мигрень была, только в климаксе закончилась. И у бабушки по маминой линии тоже мигрень была, но тогда раньше не было у неё таблеток, она прям очень без таблеток, каким-то образом. У меня сутки, вот она, если без таблетки, то сутки, вот лежать нужно, не вставая. Так сумма триптан снимает за полчаса. Ну, просто пить всё время сумма триптан, когда я кормлю, я решила всё-таки в психосоматику разбираться. А ваша мигрень, она какая? Вот как она вас охватывает? Левая сторона захватывает и очень давит. Вот прям локальность, да? Да, локальность, такое ощущение, что это гвоздь куда-то всадили. И если я очень долго терплю, то краснеет левый глаз и опухает, просто льются слёзы без левого глаза, именно левая часть. Ну, ауры нету, какой-то ауры, и говорят, что аура какая-то есть. Угу, да-да-да. И сколько вот она у вас раз и возникла, и сколько она у вас, сколько вы с ней можете провести? Если без таблетки, то через 24 часа проходит сама, полностью как будто не было. А с таблеткой через полчаса. Почему у вас она? Вот я простой-то тупой вопрос задаю. Почему? Да, да, что такое? Мне сразу ваши ноги стали колотиться немножко, застрасили. Колотиться? Может вы сейчас думали, я буду вокруг долг выходить? Прямо что-то так, сразу. Ты знаешь, первое, что приходит. Тревожность какая-то. Давай, от чего? Ты сейчас испугалась, да? Да, вот страх пошел. Видишь, ты сейчас испугалась. Исследуй мне этот страх сейчас, пожалуйста. У тебя ножки там затряслись, колотятся. Ой, сейчас прямо борода крестятся. Ну что, ты так реагируешь? Ну мне кажется, что... На кого? На маму. У меня такое ощущение... У меня прям мурашки. На маму. На что именно в маме ты решила так реагировать? У меня такое ощущение, вот вкладывается, что... Мама просто не рассказывала, что у меня тяжело разала. Там, это забедренный был вверх бедер. Врожденный бедер. Возьми-ка. Иди, я тут останусь. Иди. Ну иди. Врожденный бедер был. А прикрой микрофон, пожалуйста, чтобы ветер его не обдувал. Так нормально? А мне кажется, что это из-за... Ну, какой-то... Время, может быть, мы говорим там быстро. Я так понимаю. Что сейчас сделала клиентка? Клиентка взяла сейчас и смоталась, короче, в голову. Убежала в голову, смоталась. Спряталась от своего страха, начала объяснять, почему. Ну да. У меня сразу прошел мандраж. Да, клиентка смоталась, короче. Ладно, хорошо. Хитрая клиентка. На что ты так реагируешь, когда ноги трясутся, и вот аж, как ты говоришь, бородой трясется? Что маме нужно сделать, чтобы ты так отреагировала? На что ты так? Может быть, обозвать меня. Как-то плохо у меня накричать. Ну, я говорю, это первое, что приходит в голову. Хорошо. А когда крайний раз была негрень? Где-то неделю назад. Неделю назад. Это какой день был? Как ты ее обнаружила? Ну, она даже не неделю. По-моему, три дня назад я выпила таблетку. Просто она начинает издалека заходить. Вот когда ты ее обнаружила, это какой день, утро, вечер? С утра. С утра. Ты начинаешь ее обнаруживать с утра. Что это за день? Это какой день недели? Последний раз, когда было. Да, вот я про последний спрашиваю. Не помню, что ты был за день, не помню. Вспоминай. Вередня. Сегодня у нас суббота. Наверное... Вот ты проснулась, зачем это денег? Ну, вторник. Вот ты проснулась, да, и начинаются признаки, да? Ну да. Нет, проснулась не начинаются признаки. Просто она по-разному бывает. По-другому, когда начинается... Меня интересует вторник. ...последний раз. Да. Ну, просто было все как обычно. Я проснулась, еще голова не болела. Возможно, просто... Душно. Просыпаешься. Расскажи про душно. Ну, просто душно в квартире. Душно. Если в квартире душно, что с тобой? Мне сразу начинается тискать голову. Ну, тиски такие на голове. Мне хочется сразу воздух открыть. Да. Тебе душно сейчас? Чувства, какие эмоции? Эмоции. Эмоции. Не ощущение, словно тиски головы, а эмоции. Что начинает с тобой, когда душно? Опять ноги начинают растить, ноги, когда душно. Вот умничка. Ноги опять трясутся. Видишь, как оказывается у тебя все рядышком там? Ноги начинают. А теперь глазки закрой, пожалуйста. И вот там, по этому чувству, тебе 25. Пусть тебе 25 будет. Просто держишь это ощущение, когда ноги трясутся. Вот тебе 25. Скажи, ты в 25 умеешь это чувство? Тело знает это ощущение? Тебе 25. Больше ничего не спрашивай. Просто да, нет. Да. Тебе 22. Да. Тебе 15. Как будто меньше, но все равно есть. Тебе 8. Тебе 8. Ребенок 8 лет. Умеешь это чувство, когда ноги трясутся? Но все равно есть ощущение в ногах. Тебе 3 года. Нет. Три годика. Тебе 3 года. Стань трехлетней. Тебе 3. Вот просто, да, нет. В 3 умеешь ножки? Нет. Нет. Отлично. Все правильно. Смотри, как ты четко чувствуешь. Либо да, либо нет. У тела простая правда. Либо да, либо нет. Растешь. Тебе 5. Тебе 5. Нет, вроде. Тебе 6. 7. У меня ты вообще пропала. 8. Тебе 8. Да, нет, все просто. Ну, что-то вроде начинается, я не знаю. Да. Вот что такого 8 может быть, что начинается, словно ноги трясутся, борода трясутся. Словно вот этот страх. Там 8, где тебе было душно. Или что-то такое. Просто 8, первый бред приходит, говори. Ну, я любила ванны читать, не знаю. Ванны у нас одна комната, квартира ванны читала, все время собиралась, читала в этом возрасте маленьком. Читай ванны. Сейчас тебе 8, читай ванны. Ну, и вот читаешь ванны. Что такого, что ты читаешь ванны, что ноги должны трястись? Вот где ты? Восемь. Должны испытывать это ощущение. Вот что такого, что оно начинает в твоем теле появляться. На кого? Не знаю, может, мама с папой ругаются там, говорили, ну, как бы в комнате. Мне так будет некомфортно. Хочется, чтобы это закончилось. Не было этого. Угу. Классно. Ну, услышь, как они ругаются. Ногами слушай. Слушай ногами, не головой. Сейчас не надо голову. Телом, слушай, оно тебе все сыграет. Угу. Где? Там 8 лет, там 8, 7, 9, сколько там должно что-то произойти, что раз, и вот, словно, ноги трясутся. Как будто я начинаю пугаться, и мне быстренько хочется от этого нафиг смотаться. Давай, ребенок, на что так можно реагировать? Не торопись, просто будь с этим. Не торопись, никуда. Ну, вот, родители ругаются. Что, прям так реагируешь? Угу. Ну, вот, я помню, что свет мне выключали вечно, там, в ванне, что, типа, я читаю, сижу, там, ну, такое какое-то ко мне. Угу. И в какой момент многие тряслись? Вот в какой момент этот страх появляется? Даже, может, не страх, а какая-то злость больше. Угу. Злость. Отлично. Что с этой злостью делаешь? Тебе 8, что делаешь с этой злостью? Ничего. Просто внутри психолога. Угу. На кого? На маму. На то, чтобы она, папа, кричит. Угу. Хорошо. Тогда ноги, в какой момент трясутся? На что трясутся ноги твои? Те, опять, те, да, 8. В какой момент, в какое мгновение, раз это происходит? Давай сейчас. Не знаю, как он. Так четко определить не дает. Что из этого тебе самое страшное, из того, что там происходит? Свет выключает или мама с папой ругается? Мама с папой ругается. Ну вот пусть они сейчас ругаются, и ты там. И если они ругаются, почему ты выбрала эту реакцию? Вот сейчас твое тело испытывает это ощущение, которое ты назвала, ноги трясутся. Давай, тебе 8. Классно. А теперь скажи мне, ребенок, почему именно эта реакция? Ай, да, она хотела упасть. Давай, вот они сейчас будут ругаться, а ты выбираешь эту реакцию. Вот такого зачем? Ну, потому что хочется прям ударить там вот ногой. Кого хочется ударить? Маму. Зачем? Ну, потому что меня бесит, что она так себя ведет плохо. Кричит на бабушек. Хочется спокойствия такого дома. Хочется спокойствия дома. Ну-ка, ребенок, расскажи мне, что ты со всем этим, со всей этой петардой и динамитом внутри делаешь? Как поступаешь, когда это происходит, а маму ударить невозможно, а это все внутри есть? Чего делаешь там с этим? Тебе восемь, ты там смотришь на это. Куда ты это все деваешь? Никуда, а внутри все капсулируется. Хорошо. Теперь еще лопну пальцами и ты опять там, где был прошлый приступ. Утром просыпайся, а теперь душно. А теперь посмотри вокруг. Кто рядом? Когда начинаешь ощущать душно. Кто рядом? Что происходит в семье? Муж, мама, там кто? С кем? Ну, муж, да, муж. Да, и вот ты там проснулась, утром муж. Что происходит у вас? Какие планы на день? Что ты знаешь про этот день? Почему именно в этот день? Не за, не после, а именно этим утром. Что такого там происходит? Все как обычно, обсуждаем дела на день. Я с дочкой гуляю. Да. Покушать там готовлю. Ну, все как обычно. О чем мысли? Ты сейчас прям там. Прям проснись. Еще не знаешь про духоту. Ну, в планах наших. Ну, то есть, не знаю, во всем. Ну, то есть, такое хорошее все. У нас... Все хорошее? Да. Не торопись. Просто будь. Потом найти этот момент, мгновение, когда появляется. Прямо почувствуй. Раз, и вот появляется. Что ты обнаруживаешь первым внутри? Ну, вот это состояние, которое в детстве было, вызвалось такое. Вот что там произошло? Что это состояние сейчас? Напряжение, что душно. Классно. Возникла духота. Как ты обнаружил эту духоту? Вот правда стало душно? Или вот... Сейчас прям вот замедлись, и услышь меня, мой вопрос. Вот прям замедлись, ты сейчас там, никуда не уходишь. А вот теперь услышь вопрос. Ты сначала что-то увидела, подумала и начала ощущать духоту? Про мужа, из разговора, про день. Или ты сначала почувствовала духоту, а потом вынуждена испытывать ощущение? Раздражение, злость. Да, духота, а потом ощущение, это точно. Да, вот почему ты на духоту должна так реагировать? Где ты научилась этому? Прикинь, у тебя есть такая приколюха. Да. Где? И вот если душно, то что? Давай, ты сейчас там, если душно, то что? Ну, задыхать, дышать мне нечем. Такое это. Возможно, страх, что разболится голова. Ну, то есть такое получается. Опа-на! Ну-ка, 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 давай, 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 страх. Что разболится голова? Да. А вот теперь слушай себя внимательно. Лена, сейчас у тебя разболится голова. Слушай себя. У меня уже начинает болеть. Начинает болеть? Ну, вот от этих слов мне уже начинает не болеть, а такое напряжение. А ты начинаешь испытывать напряжение кайфу? Ну, расскажи мне про него. Ну, в голове напряжение начинается. Мысли какие? Отлично. Мысли какие в этот момент? Напряжение есть. Классно, я запустил симптом. Отлично. Как ты его подкрепляешь? Мысли? Давай. Ты начинаешь вслушиваться? Ну, да. Давай, вслушивайся. Как ты это делаешь? Ну, в голову так влезаю, как там дела. Отлично. Влезай в голову. С какими чувствами ты влезаешь в голову, как там дела? Давай. С благостью? Нет. Да, ага. С какими? Ну, вот сейчас опять начнется какой-то туман. Ну, такое напряжение такое. Ну, снова вот это. И тогда ты же знаешь, что снова начнется, и ты с этим ничего не сделаешь? Угу. Ты это знаешь сразу? Какая мысль-то у тебя там? Давай. Лена, у тебя сейчас заболит голова. Показывай, как паттерн работает. Ты начинаешь вслушиваться, начинаешь испытывать тревогу. Я опять с этим сделать ничего не могу. Ну, я фантазирую как там. Так? Да, 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 да. Опять начинается паника, что это случится, и я 24 часа проведу. Ну, не паника, я знаю, что у меня есть таблетка, но мне сейчас тогда приходится думать, там, через два часа кормить, когда выпью таблетку. То есть такое, раньше я пила, а сейчас нет. Ну, то есть такое, да, что придется сейчас опять это все. И ты слышишь, как твоя голова сейчас моментально на это реагирует? Угу. Ну, ты сама это сказала сейчас, да? Да. Тебе надо начать прислушиваться. Что происходит? Хорошо, открывай глаз, возвращайся. Что происходит у тебя в 24, а, в 25-26, что это начинается? Что в твоей жизни поменялось? Да, говорим о мигрене. Там люди спрашивают просто. Ну, я просто стала, ну так, отдельно, не то что отдельно, ну да, отдельно от родителей, с бабушкой. Но я раньше, даже раньше, уже... Ну, то есть я от родителей ехала, 22 года я приехала к бабушке жить. Ну, то есть... 25-26, почему в твоей жизни в игре начинается 25-26, как тебе кажется? Не знаю, и вот это был просто период такой, когда там с подружками мы ходили там гулять, дискотеки всякие, вот эти ломбы, и мне стала болеть голова, потому что я думала, что это на утро, ну, после там этой музыки громкой, вот, и потом я поняла, что у нас седьмой, фактически раз в неделю, мне вне этого появляется там, я не знаю, это такой период был. Когда у мамы болела голова, как ты вела себя? Ну да, у мамы болела голова, это нужно было очень тихо сидеть дома, всем молчать. Нужно было очень тихо сидеть дома, молчать, да? С зашторенными окнами, потому что светобоязнь сильная была. И тогда что с тобой в эти моменты было? Ну вот у мамы было грустно, было грустно, мне хотелось, чтобы маме было хорошо, а мама вечно лежит, ну не вечно, но там раз в неделю, я всегда в тишине, с тряпкой, мокрой на утро, там такое, всегда тихо-тихо, мама устала, такое. Что это для тебя тогда? Ну, тебе грустно, там, ты должна сидеть дома, там, я не знаю, тихо, ничего не делать, для тебя, для ребенка-то что? Ну, это вообще не жизнь, получается. Это вообще не жизнь, да? Ага, интересно. Ну, то есть, нет радости, радости. Ага, классно. А дискотеки там у тебя начались, это как бы радость, да? А, ну, получается, да. Тебе нельзя радость? Нет, получается. Помнишь, что ты сказала про тот день? Классно, все хорошо. Ну, я говорю, как день начинается? Да все хорошо, классные планы, все отлично. Ну, ты в этом случае сказала мне. Да. А вот теперь послушай, я тебе говорю, Лен, вот у тебя сегодня все будет вообще классно, прям радоваться будешь. Прям отличный день будет. Я просто сейчас с тобой уже несколько полгода работаю, на поводу радости, но и стараюсь, не стараюсь, и все. Хочется, ну, вот такое ощущение, сдерживать что-то как будто. Хочется сдерживать радость? Нет, да, ну, то есть хочется радоваться, но что-то внутри сдерживает. Ну, пускай. Вот давай так. Давай мы на этом установимся сейчас с тобой. Вот, потому что я хочу еще кому-нибудь успеть. Вот, давай так, подытожим. Во-первых, что я слышу? Когда речь идет о локальной мигрени, то есть я понимаю, что это, скорее всего, очаг конкретный. И, то есть, ну, бывает мигрень, связанная с общей тревожностью, с общим напряжением, страхом. Ну, тогда более дешево узнать. Вот, и когда очаг, это говорит о том, что, скорее всего, какой-нибудь конфликт сопротивления, угрозы, угрозы и сопротивления. Ну, то есть сопротивление какой-то угрозе, с которой невозможно, то есть от которой невозможно защититься. Ну, то есть часто вот мигрень объясняет, вот это даже не сопротивление, а невозможность избежать какой-то угрозы. Перед лицом большой сильной угрозы. Вот. Я бы так искал. И тогда получается, что у тебя есть, во-первых, у тебя есть опыт, когда мама болеет, бабушка болеет. У тебя есть твой жизненный опыт, который дает тебе, видимо, какой-то вот паттерн. Вот давай сейчас по порядку. Во-первых, у тебя есть твой детский опыт, в котором у тебя мама болеет мигренью. У тебя есть какая-то тема про счастье, радость, которую нельзя, судя по всему. Вот я бы это поисследовал. Во-вторых, я точно увидел, как ты запускаешь, ну, как ты запускаешь, ты начинаешь сканировать себя, начинаешь исследовать, начинаешь прислушиваться. И почему-то сразу там, где у тебя возникает какое-то, вот, как в описываемой тобой примере, духота была. И почему-то на духоту нужно реагировать вот так вот, тревожностью, страхом, привычным набором мыслей. Вот эта вся штука, она пел и запускает. Ну, вот как ты сейчас. То есть здесь такая многослойная проблема. Во-первых, мама тебя, судя по всему, научила этому паттерну, вот этому... Во-вторых, ты теперь умеешь его сама запускать, и у тебя есть уже там... Ну, мамы там рядом нету, но есть привычка реагировать на какие-то вещи именно вот так вот. Ну и плюс тема, где там можно позволить себе дышать, быть счастливой, а там у тебя твоя психика помнит, что ты что, мама же лежит с тряпкой, шторы занавешены нельзя, сдерживайся. И тогда это вот, ну, в кавычках назовем это, в кавычках, душно, духота, да, то есть невозможно. Духота для меня здесь символ того, что я не могу ничего с этим сделать, я там ограничен. Я вот так там символически обозначу. Вот, то есть... Что мне с этими слоями теперь делать? Слушай, вот потихонечку брать и прорабатывать. Во-первых, надо разобраться тебе, как тебе обнаружить вот этот механизм, как ты запускаешь. Там вот этот весь внутренний диалог твой взять и вот в сторону убрать, просто остановить, стоп, и все. И вот как ты начинаешь прислушиваться, вот это вот больше, ну, не то, что не делать, а вот просто себе говорить, там, знаешь, короче, просто, да, это опять моя любимая хрень, и все. Просто вот, мам, это опять моя любимая хрень. Вот эту штуку, ты ее годами не тренировала, ее бесполезно менять пока что. Ее нужно обесценить. Она будет, а ты просто ее обесценивай, хорошо? Вот пока что, вот с этой штукой так, маму и паттерн, который сформировала мама, его нужно проработать. Ну, почему, вот твоя реакция, вот это вот, вот это вот, вот это напряжение, сопротивление против большой мамы, которая у тебя в жизни есть. У нас школа психосоматики в Минск приезжает, я уже туда записалась, я там же могу проработать свое. А я не знаю, наверное, ну, то есть там, чему они... Пси 2.0, которые... Ну, они, наверное, обучают, если есть возможность взаимно там тренироваться, да, конечно, тренируйтесь. Да, то есть, вот примерно так, ничего такого сложного, в том смысле, что все на поверхности. У тебя самое главное есть реакция, которая твои ноги трясутся в страх, и ты эту реакцию начинаешь сразу трансформировать, уже сама добавлять. А, вот, голова заболит. А, так, слушаем, что там? Это оно точно вот здесь начинается, а это уже ты делаешь, это уже твоя развлекуха. Вот эти две штуки надо разбирать. Да, я знаю. Разбираться на психотерапии нужно будет, да? Да, это терапия, это там, ну, какая-то там такая детальная поработка, да. К сожалению, пока так. Хорошо, Игорь, благодарю вам. Зато это честно. Благодарю. Большое вам спасибо. На здоровье. Отключайся ты. Спасибо, по-хорошему. Да-да-да. Давай. Вот примерно вот так, друзья. Значит, мигрень – это угроза, и перед лицом угрозы, ну, два, либо это интеллектуальное самообесценивание, я там не могу справиться. Часто, кстати, женская тема, я не могу справиться, не справляюсь. То есть, проблемы в сексе, радость, и радость ненормальная, это его отсутствие, этично будет в прямом эфире рассмотреть. Но я не могу не думать и уходить в эмоции. Знаете, мы, к сожалению, наверное, не успеем полноценно там в прямом эфире рассмотреть, хотя, я думаю, тут куча народу как-нибудь захотела бы. Вот. Давайте что-нибудь такое лайтовое рассмотрим. Это не то, что ненормально. Друзья, пожалуйста, забудьте такое понятие, как нормальный и ненормальный. Забудьте. Мир нейтрален. Есть причина, есть следствие. Кто-то выбрал быть святым и помогать людям, кто-то выбрал грабить людей. И, соответственно, каждый из них получит свою обратную связь от мира. И все. Нет правильного и неправильного. Ни мать Тереза правильная там, ни соловей-разбойник неправильный. Нет. Мир нейтрально, поэтому, когда вы говорите там, это нормально, вот если вам это нравится и вас это устраивает, значит, для вас это нормально. Лишь бы другим не было больно в идеале. Давайте. Н. Розова. Юлия. Спина. Я проработан. Аллергия ребенком березы. Давайте вашу спину посмотрим. Спину? Спину. Давайте вашу спину посмотрим. Очень быстренько. Я вас приглашаю в эфир. Закрой, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Юлия. Вас Юлия взяла? Да. Я слышу вас. Ну, я писала там вкратце, да, про грудной отдел. Если прям совсем коротко, 12 лет назад у меня начались боли, были очень сильные. Ну, я практически не спала по ночам, потому что просыпалась от того, что мне тяжело дышать. Сколько вам сейчас? 39. Сейчас 39. А боли начались во сколько? Не знаю, 37. Ой, 27. Боли начались во 27. Да. Сейчас, секундочку, не торопитесь, я прикину. Это получается... Фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас, подождите. Я сразу цикл считаю. Так, 39, 27. Это у нас получается... Классно. Скажите, пожалуйста, сразу спрошу. Вам 19 лет, что у вас в жизни происходит? Восемнадцать, девятнадцать. Ключевое, что сейчас вспомните. В девятнадцать? В первое, что вспомните. Примерно восемнадцать, девятнадцать лет. В девятнадцать я вернулась из Иркутска домой с учебы, потому что родителей не было денег. Ну, как бы его обеспечить мне. Как вам это удалось? Ой, вообще хреново. Хреново? Какими чувствами опишите? Я бы... Скорее всего, идет первое, что идет, это разочарование. Да, в ком. Причем даже не в себе, да, в родителях. Ну, потому что я знала, что я бы смогла, а они не могут. Они не смогли. Да. И тогда как вы себя чувствуете, если они не смогли? Чувства ваши? Ну, тогда как бы я могу, и я делаю сама. Разочарование как? Вы живете с чувством разочарования? Как оно звучит? Вот вы счастливы, что теперь... Да, давайте так, смотрите, Юль. Вам девятнадцать, возвращаетесь, потому что у родителей нет возможности платить за образование, и вы ловите разочарование. Вы ловите не радость от того, что теперь я сама, а вы ловите, говорите, разочарование. Правильно я слышал? В родителях. Да, ради бога. Смотрите, здесь абсолютно не важно. Чувство разочарования, как оно вот внутри? Что это? Вот они не смогли, да, я слышал, они не смогли, и тогда ты себя какой чувствуешь, раз твои родители не смогли? И тогда я себя чувствую сначала потерянной и слабой, а потом просто вдыхаю и становлюсь большой и сильной. Угу, я потерянная и слабая, да. Внимание, двадцать семь лет. Что там такого подобного происходит? Там рождение ребенка происходит. Рождение ребенка. И вот у тебя родился ребенок. Но мы сейчас к нему вернемся, потому что скажи мне, что примерно происходит восемь-девять лет твоей жизни. Восемь-девять. Из подобного. Ну, какие-то такие принципиальные изменения есть что-то? Тебе, когда тебе восемь-девять? Угу. Тебе восемь-девять? Ну, школа разве только, наверное. Конечно, у всех в это время школа. Я тебе говорю, тебе Юля восемь-девять. Первое, что приходит. Какие воспоминания? Ну, это первое, что мне пришло, если честно. Да, конечно. А вот из-за того, что там у родителей, может, случилось, жизнь не менялась, там, я не знаю. Ну, скорее всего, я стала больше жить дома с родителями. Я жила с бабушкой. Ну, маленькая, совсем все время с бабушкой жила. Ты все время жила с бабушкой. Я не ходила в садик. Да. Ну-ка, расскажи-ка мне, соответственно, 4-5. 4-5 лет. Что это за время? 4-5. У меня родилась 4, родилась сестра, и я прям за ней смотрела, качала коляску, там, пела ей песню. Ну, прям вот такая. Какая-то ответственная жизнь началась. 4 с небольшим. Для тебя, для ребенка, 4-5, когда у тебя родилась сестра, и у тебя началась ответственная жизнь, это для тебя. А какие переживания? У тебя родилась сестра, и ты ей стала мамой. Когда ты начала жить у бабушки? У бабушки я начала с рождения жить. Ну, я помню, у меня родители жили с бабушкой, и как бы бабушка осталась со мной, а мама ушла работать. Ну, как бы вот так вот они поменялись. Я не ходила в сад, и все время была у бабушки. Потом мне вечером уже приходили и увозили. Ну, как бы я вот прям с самого маленького у бабушки была. Ты какой ребенок в семье? Первый. Робник. Ты первый еще есть? А, ну, получается, сестра, да? Сестра и брат еще, да. У вас трое? У вас трое, сестра и брат еще третий, да? Ну, с братом я вообще была уже прям как мама. Во сколько ты начала жить с родителями? Восемь-девять? Больше, ты говоришь, да? Нет, раньше, ну, как бы вечерами я жила с родителями, да. А вот прям совсем уже, наверное, когда в школу пошла, уже прям с родителями начала жить. Ага. Слушай, то есть получается, тебя, ты потеряла контакт такой с родителями достаточно сильный, там, с самого рождения, правильно я тебя слышу? Ну, возможно, потеряла, наверное, да. Ну, не знаю, но ты говоришь, что раз жила у бабушки, я просто это называю. А, ну да. Ладно, хорошо, пока что дальше. 27, рождение ребенка, что с тобой? Узнала, что у тебя ребенок, и чего? Нет, я просто придумала, что мне все будет тяжело, мне было очень тяжело, мне были роды сложные, и ребенок как бы здоровен, было все непросто, и, в общем. Ну, в общем, все, как я придумала, так и случилось. Ага, ну да, грудной отдел не вывез твою тяжесть, а мне все будет тяжело, и ты откуда это взяла? Вот я сейчас провел тебя немножко назад, в твое прошлое. Вот это ощущение, мне все будет тяжело. Ты проживала то тяжело, когда на тебя сестру повесили, что ли? По ощущениям, да, и мне хотелось вывести маму, потому что в какой-то... Ну, я помню, вот я была очень маленькой, и как бы я поймала себя на том, что я вижу, какая она слабая. Ну, когда вот она кричала, там что-то, какая-то такая ситуация была, и я подумала, что, наверное, надо мне стать как бы сильнее. Кому стать сильнее? Ну-ка, 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 где эта тема появилась? В 4, в 5? Ну, может быть, да, где-то так. Я по возрасту не помню, помню, что да. Ну, да, скорее всего, отзывается, говорит, да, тело говорит, да. Это для чего ты решила так, Юля? Надо стать сильнее. Чтобы о ней заботиться. О маме? Угу. Надо стать сильнее, чтобы заботиться о маме. Зачем? Нет, я просто... я фразу твою просто повторил. Надо стать сильнее, чтобы заботиться о маме. А, я просто не услышала. Да, так, я услышал тебя правильно? Да. Классно. Отлично. Потому что что? Если ты станешь сильнее, будешь заботиться о маме, то что? То тогда она не будет на меня орать. Это твой способ получать любовь? Да. Ну, ответ тела сейчас да. Мозгом, конечно, я бы сказала, нет. Классно. И вот у тебя с 27 лет непрерывно болит, да? Да, у меня болит, но я прорабатывала из головы очень много, убирала. И мне стало легче. Но я все равно просыпаюсь с болью все еще. То есть раньше я вообще спать не могла. То есть у меня дошло до того, что в какой-то момент я решила просто суициднуть. Потому что, ну, невозможно просто. Это был адский ад. Но потом я подумала, что опять перерождение, опять вся эта хрень заново будет. Как бы проще проработать. Я начала работать. И много очень убирала из головы. Я сплю, но просыпаюсь с болью утром. Просыпаюсь с болью, мне тяжело дышать. Как бы, ну, вот кашлянуть, там вообще вот любой вдох. Я начинаю прям потихоньку-потихоньку это все. А как сейчас у тебя жизнь? У тебя тяжело все? Нет. У меня сейчас все очень сильно изменилось. Мне все будет тяжело. Зачем ты желаешь? Я убираю эту программу у тебя. Ты до сих пор... А как она, как у тебя с ней? До сих пор есть она? У меня было, что я вообще решила за весь рот вывести все. Юль, стой, 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 стой. Сейчас, подожди. Время просто ограничено. Я буду немножко так подрезать. Да. Юль, все будет легко? Ну, не очень заходит, по-честному еще пока. Классно. Не очень заходит. Тогда что с тобой в этот момент? Ну, как будто бы я знаю, да, я верю в это, но что-то еще вот тикает где-то, что... Ну, как бы да, но все возможно. Вот так вот. Все возможно? И ты так защищаешься от чего-то большего? Я так слышу тебя. Нет? Да-да. От чего большего защищаешься? Пусть лучше держим тяжело в тебе. Какого-то благополучия, да, что вот как будет мне так кайфово. Ага. У тебя в детстве не было благополучия, да? Да, вроде все хорошо было. Ну, вот, жила у бабушки, взяла на себя обязанности мамы. Я в этом аспекте. Ну, возможно, наверное, и не было тогда. Но я не вспоминаю свое детство, как суперстремная часть моей жизни. Все нормально. Хорошо. Знаешь, вот тогда... Сейчас, секундочку. У нас буквально с тобой две минутки остается. А еще раз тогда вопрос, от чего на всякий случай ты защищаешься? От чего? От благополучия, ты сказала? Да, и изобилия. На тебе изобилия и благополучия, и чего с тобой? Изобилия и благополучия, и чего с тобой? Ну, типа, как будто что-то так легко, и... Хотя я это тоже прорабатывал. Что-то так легко, и обесценивается, как будто все сразу. Охренеть, и ты защищаешься? Ага. Тебе прям нужно ощущать тяжело. Почему утром? Вот сейчас закрой глазки и ложись спать. Мысля налегла спать. И вот сейчас прям спи, спи, спи. И в течение ночи почувствуй, когда начинает включаться. Где-то к шести утра. Пусть начинает включаться к шести утра. Почему к шести утра? Ну, я просто решила, что тело мое, видимо, хочет спать до шести утра. Если я просыпаюсь к шести. Когда ты так решила? Когда я обнаружила, что у меня боль появляется, что я проснулась как-то в полшестого, у меня ничего не болело. Я проснулась в семь, и у меня уже все болело. И я подумала, что тогда, значит, возможно, что мне нужно вставать в шесть, и у меня не будет болеть. Интересная у тебя внутренняя игра с этим. Смотри, у меня уже все, обратный отсчет пошел. Я, к сожалению, не смогу тут до конца в эту тему вникнуть. Вот, слушай, ну, так будто бы, ты мне напиши в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!